Ненужный, неметовый и абсолютно бесполезный герой, который ничего не мог сделать Вот нельзя было им выиграть Физически невозможно Но сейчас E-Home забирает более, скажем так, привычных персонажей для этой меты Рики и Бэтрайдер Рики сейчас становится еще сильнее, потому что появилось на карте огромное количество баунти-рун И если ты на Рики-Мару роумишь неудачно, то, допустим, пришел куда-то, поднял баунти-рун и уже какую-то денежку апнул Вот, наконец-таки Висадж Вот только непонятно, почему... Значит, непонятно первое Почему E-Home не забанили Никса раз И почему они не забанили Висаджа два То, что они убрали Штормайт Ну, в общем, вместо Винги кого-то точно надо было убрать Либо Никса, либо Висаджа Никс очевиден, да Никс очень сильно контрит Бэтрайдера Просто на корню Мы уже видели, как... Ну, об этом комментаторы-аналитики говорили на протяжении всего существования, да Скажем так, доты, что Никс против Бэтрайдера это вообще лучшее, что вообще можно придумать Вот, но на Бостон Мейджоре ребята из Атфина продемонстрировали Насколько серьезно можно вот законтрить этим Никсом Бэтрайдера То есть, так, если раньше думали то, что Бэтрайдером играть... Ну, немножечко неприятно против Никса, да Ты там прыгаешь и получаешь урон и стан от Карапасов Потому что у тебя Firefly подрублен Никс где-то в эти Карапасы наступает И тебе там тяжело увести, тяжело сыграть Но ты там, в конце концов, БКБ покупаешь И вроде бы как все в порядке Но ребята из Атфином, они просто вот Мирана плюс Никс Это какой-то шок был для любых Бэтрайдеров Потому что Никс намеренно прыгал в огонь с Карапасами включенными Станил этого Бэтрайдера Мирана была готова, скажем так, продолжить инициацию через Ару Двойной Старшторм, потом еще там и Стан плюс Моноберн и все, Бэтрайдер умирает Но Ньюби тут предпочли и Кентавра Никсу, в принципе, тоже герой очень хороший Почему бы нет? Тем более, когда нужен какой-то персонаж, который будет танковать в пике с Дроу Рейнджер То Кентавра подходит сюда как нельзя к стати А и Холм решили Винтеру Виверной отковыряться Винтеру Виверна хороша против Дроу Рейнджера и Виседжа Против вообще стратегии с массовым физическим уроном Винтеру Виверна как нельзя к стати подходит Но одной Винтеру Виверной игру выиграть не получится Нужно брать других еще персонажей, которые будут крайне хороши, которые будут полезны Меньше минут остается и Холм Да, пока мы видим героя на оффлейн Видим два саппорта Осталось, по сути, самое интересное Это героя на мид и героя на позицию номер один Для Ихолм Ну а для Ньюби героя на центр Пока у них только такой полноценный Демозлер один Ну еще и Визаж есть То есть на миде еще какой-то герой с физатакой мы видим от Ньюби Там Шадоу Финт, там Плара Сассин Что-то вот такое вот по Давру Так сказать, чтоб сочеталось Да, наверное, какого-то рейнджевого героя мы увидим Но в идеале сюда бы Шторм заходил Вот этот бан от Ехолм, он правильный Потому что со Штормом под Дроу Рейнджер очень не хочется воевать Ехолм выбирает Тинкера для того, чтобы защищать свой хайграунд от пуша Дроу Рейнджер Ну вот у Ньюби остается Остается Остается, я даже не знаю Ну вот по-прежнему Никс мне очень нравится Я понимаю, что не привыкли мы видеть Никса в центре Но он невероятно хорош против Тинкера и Бэтрайдера Поэтому Мне бы хотелось, чтобы Ньюби этого Никса забрали Мне кажется, то, что будет относительно просто играть против того, что есть у Ехолм Если пикнуть Никса Ну а если какого-то стандартного мидера выбрать Ну я не знаю Можно инвокера пикнуть Почему бы нет Опять-таки, станов в команде Ньюби много С Тинкером он тоже вроде бы там где-то на 25-х левелах неплохо общается Если вдруг игра затянется Ну и плюс он будет получать бонус от Дроу Рейнджер Можно даже в квас Виксового сыграть Опять-таки, в Колден Брейс Винтер Виверна будет прокаст Тоже там, если Винтер Виверна будет сейвить своего кэри Ты там можешь Метеорит, Санстрайк Тебе вообще не нужно там придумывать какими-то еулами, стенками дизейбли Просто кидаешь все вот так вот в тупую И у тебя получается Но Ехолм банит Пака Пак под Дроу Рейнджер тоже опасен, как мы знаем Не боятся они инвокера Ну ждем Ласт пик от Ехолм Это должен быть какой-то кэри Можно даже представить, что ребята выберут Учитывая то, что Сларка забанили В хорошем количестве мармора желательно Это Акс от Ехолм Ну, посмотрим Я вижу Виверну Я помню команду Комплексти, которая сочетали Акс и Виверну Довольно успешно за счет множества стаков Эншентов И Акс их очень быстро фармил и покупал Моментально Блинк И Квин оф Пейн для команды Ньюби На позицию центра Теперь в итоге и магии много У Квин оф Пейн, да и урона будет с руки не меньше Да, таланты очень хорошие Во-первых, почему Следует сказать, почему Квин оф Пейн сейчас актуальна В предыдущем патче команда, которая пикала Квин оф Пейн Реакция была примерно такая же, как на Фантом Лансеру на предыдущей карте То есть проигранная с нулевой игрой Здесь Квин оф Пейн смотрится в разы лучше по сравнению с предыдущей метой Почему? Потому что порезали камбэк систему Раз Золото полученное за соло фраги сейчас очень сильно решает Потому что ты реально много денег получаешь А Квин оф Пейн это тот герой, который в соло убивает Это два Три Система талантов, которые у Квин оф Пейн отлично Скажем так, проработано На 25 уровне есть очень хороший талант На 15 уровне есть тоже очень полезные способности у Квин оф Пейн Поэтому этого героя в мету вернули Вот, а то, что Ехом взяли Акса Я рад, что есть комбинация Винтер Виверна плюс Акса Это все, конечно, прекрасно Но бараки бить нечем Ну, вот просто нечем Да, вы можете выиграть тимфайт там на 15, на 2 Вы можете постоянно выигрывать эти тимфайты Но если вам нечем уничтожать здание То рано или поздно, так или иначе Ньюби свои вещи получит И даже если они проиграют в Верлигейме Они в конце концов должны побеждать В общем, мне кажется, что Ньюби должны тут выиграть Да, больше нечего добавить Аналитика просто идеальна Я что-то разошелся Это знаешь, как вот в стадии драфта В матчмекинге есть убийство строений Там можно клеточки от 1 до 10 Вот, наверное, у команды Ехом Там максимум 2 единицы по убийству строений Действительно, пуш потенциал не лучший Но зато много бирс демодж Все-таки есть тинкер, есть акс Который там может раскрутиться и убивать Посмотрим вот эту вот комбинацию вивер на акс Как они будут работать Что у нас будет вообще по стакам Вижу, пока поставили в центре Ребята из команды Ньюби Заблочили спаун вот этот вот на отводы Ну, один из на отводы Отводить там можно по-разному Так, у меня уже какие-то подлаги начинаются Конкретно в этой игре Надеюсь, они не будут сильно мешать Все в порядке У меня на предыдущих картах были лаги Я просто делал реконект И у меня все проходило Вот, так что Если будет подлагить, может тоже реконектнуться Как вариант Ну да, в принципе Если что, то сразу По линиям Уже, кстати, заметили визажа Рики тут бегает Линия Рики и Батрайдер Против визажа и Кентавра На центре 1 на 1 стоит Синкер Кин оф Пейн Ну и внизу 1 на 1 Акс и Дроу Рейндж Вот такие вот линии Поставили, грубо говоря, Ньюби С свою траксу стоит на сложной линии Одну Но против Акса Юнайн должен стоять И более-менее фармить Рейндж атаки благо позволяет Контер Хейкс не получать Так, я пока реконект сделаю Потому что он Немножко подлагивает Давай, тут пока все равно На карте ничего интересного не происходит Интересно то, что Дроу Рейндж Отправили на бот Побоялись, видимо, Батрайдера Ньюби Ну или, возможно, захотели просто Чтобы Чтобы Дроу Рейнджер стояла Против Акса Чтобы вот именно Не Кентавр стоял против Акса Которому тяжеловато В теории там стоять Потому что он милишник А вот именно Дроу Рейнджер Который является рейнджовым персонажем Тут начинает уже этого Акса Окучивать Ну и Мне кажется, если В ближайшее время Ехом не свапнут лайны То тут Будут проиграны обе линии У Ехом И на топе, и на боте Ну, топ, может быть, не будет проигран Да, потому что Олд Элевен там нафармит Но там и Кентавр нафармит Все-таки надо, чтобы Одна линия была действительно Выиграна А другая, может быть, там Кое-как Отстояла Ну, мы привыкли По крайней мере Так, видите Пока под Блодластом Юнайн, конечно, раздает Что есть силы По Верне и по Аксу Очень сильно просел Майкерик командой Ихом И в итоге Линия у нас становится 2-1-2 Там, и там, и там Дабл линии Забирать все-таки Руну в визаж Не суммарики Своровать А внизу Руну двойного урона Для Огрмага Огрмаг, может быть, с ней выйдет Что-то сделает Урона-то очень много Под Игнайтом Вполне может Тинкера тут и убить Но днем Трудно это сделать Можно попытаться Его отогнать Но Убить Тинкера Ну, его надо как-то Врасплох застать Чтоб его убить А врасплох застать Его не получится В такой ситуации Ну, КК пока Просто бегает по карте Собирает руны Забрал еще и баунти В своих лесах Но Дроу Рейнджер Продолжает отгонять Акса дать Тяжеловато приходится Аж 2 Ор На боте Тут еще большая пачка Крипов подходит Для Юнайна Сейчас он апнет Левел 4 Качает Либо Сайланс Либо пассивку Наверное Сайланс Все-таки Пассивку обычно больше Чем единицу На начальной стадии Не верно Хотя, учитывая то, что Есть Виседж Можно прокачивать Пассивку Посерьезней Чтобы потом Когда Фамиллера Появится У Визажа У тебя уже была Хорошая пассивка Ну, Аура Очень сильный талант Еще будут У Траксы Плюс 6 урона От Ауры Там довольно сильно Прибаливает урон По-моему, больше Стаси Тракса Такая запакованная Просто 100 урона Аура идет Для Кунинов Пейн Ну, и для Визажа Если ты нажмешь Да, Кунинов Пейн Тут может даже Проигнорировать Какую-то стандартную Сборку через Аганима А сделать Оркит БКБ Там Кирасу какую-нибудь И вот Просто за счет Аура Дроу Рейнджера Наваливать Понизу Акс дает агр По Огромагу Огромаг очень плотный Но пробивает его Серьезно И слушай, Макс Буквально на 100 хп Если был бы ультимейт Акс бы тут сейчас Порешал бы Все вопросы Но ультимейта нет И Ю9 на развороте идет И Гартер И аж 2-го Серьезно Наказывает Огромага Нет фласки Нет больше танга Надо идти к алтарю Можно сейчас Подождать Дроу Рейнджер И подрегениться От алтаря Но какая не хочет Просто То есть он саппорт Он не хочет Тратить этот алтарь Исключительно Вот на себя Ему надо Это с Дроу Рейнджер Делать Вот когда будет Необходимость Дроу Рейнджер Прожать Тогда и он Может подойти Именно в сон Ну у него ХП Риген очень хороший Кстати говоря А что с армором То у него Не порезали Я просто слышал На Бостон Мэйджере То что Огромагу Должны были порезать Но он падает броню А ему что-то Ничего не порезали О, хорошо Да, молодцы Огромагу Вообще еще не поменяли Способности Другой Другой использует Алтарь КК Не на хардлейне Ну то есть Не на своем Сейфлейне Как бы говоря Слушай, а может быть Ближай Оу Ох, хорошо Но Рикимару Смоу Конечно развеял Но сам себя За счет этого Убил Есть смоускрин Ланэм Попытка его дать Солосамшен Нет И первая кровь Написано то, что Солосамшен Нельзя Нельзя от него Увернуться Но по-моему Там это меняли Хочу посмотреть На центр выход А то Огромага От визажа Игнайт Повесили Си имеется Скрим в двоечку Шадоустрайк В двоечку Телепортов Никаких защитных Нет И инцинкер Очень быстро погибает Да, сейчас Вот эти саппорты Могут перемещаться И убивать Солосамшен Визажа На начальных лавалах Это очень больно Это очень много урона И уже эти саппорты Идут вниз Может быть еще один Алтарь заюзает Но это будет жирно Для саппортов Но тем не менее А, ну тут Квин оф Пейн Да, тогда алтарь Точно в деле И Квин оф Пейн Имеет Соник Вейв Может быть стоит Выйти Правда вниз Правда тут Рикемару Скан отселть Мэй Если даст И дастов нет Нет, вот они Дасты использованы Ланэм Дает смоус крим Пытается отсюда уйти Акс близко Закидывает Идут до конца Ребята с команды Ньюби Соло Самшина Акса Акс дает агр Но уйти будет слишком трудно Акс все еще живой Надо сделать пару ударов И Акс наконец-таки погибает Рикки, что самое любопытное Даже после дастов Сумел выжить Но лучше бы, наверное Не выжил бы он А выжил бы Акс 3-0 Пользуя команды Ньюби Соник Вейв Квин оф Пейн даже не использовала Квин оф Пейн просто С этого ганга ушла Еще одну ошибку в описании Я нашел Давай Про Соло Самшин Соло Самшин это не Дизьонтед скил То есть От него можно От него можно увернуться А раньше было нельзя И это было реально круто Вот То есть Что бы ты ни делал Соло Самшин тебя догонит И ударит А сейчас от него можно увернуться Это очень, конечно, важно Но Виседж по другим параметрам Сейчас является сильным героем Пока Мы этого не видим Я думаю, что В ближайшее время Вот там много игр Команды сыграют Станет очевидно То, что Виседж Это крайне-крайне опасный персонаж На данный момент Юнайн продолжает фармить Все-таки Взял пассивку в два Сейчас у него на шестом уровне Есть ультимейт и гаст Ну, гаст нужен для того Чтобы отталкивать на Макса Может еще какой-то сайланс Накладывать на Виверну На Рикимару Чтобы проще было их убивать На центру Выход от СС Закидывает Шедоу Страйк Соник Вейв не давал Там Виверна была рядом Поэтому бесполезно было это делать И саппорты команды Ньюби Нажимают Смоук Это Огр Мак Это Визаж Выход вниз Стоит там один Рикимару Который и так погибает Саппорты уже опоздали Ну, может быть, будет телепорт Какого-то Акса, например И тогда можно будет его наказать Навряд ли Акс Транквил Смотри, как можно Да, теперь Реально теперь можно их не выкладывать А класть в рюкзак Это очень удобно, по-моему То есть теперь по логике Кит Рикимару Не смогут тебя наказывать Но пока Да, именно так Акс делает Но они очень долго работают Потом обратно активируются 6 секунд, да, надо ждать Время теряешь, да Но зато Транквилу уж точно сохранишь А то всякое бывает Думаю, каждого Транквилы Кто-то воровал Либо убивал Так или иначе Башня визу падает Видим, что пуш потенциал Под плодластом огромный Просто уже появились Фамильяры? Нет, фамильяров пока нет Надо визажу где-то уровень Найти где-то ему по экспице Обязательно На одной из линий Попыстрее эти фамильяры Взять себя Ну и 4-0 Пока доминация Вот команда Ньюби Смотрю, у Батрайдера все круто Она ходит Акса Получает фаербласт Получает Игнайт Акс дает свой агр Но не прокает На контр-хелик совершенно И погибает Акс Акс пока вот Еще один непонятный кэрри Для нас, да Если на прошлой карте Это был Ланстер То теперь это на последний пик Акс И пока Пока не ясно Как все это будет работать Потому что по-моему История повторяется А сверху КП Получает смоскрим Полетел Батрайдер Закидывает бочку Стампитаясь Отличная От КП И Бочка его так откинула Что ли На вот этот хайграунд Не совсем понял Ну да ладно А внизу падает Еще одна башня Кстати говоря Тут Забыли своим хом Что нужно защищаться Закидывается Конечно виверна Но башня упадет Башня реально упадет Все Башни нет Девятая минута Т2 на ботами Упала Пока игра Вот прям тоже Однокалиточная Такая Нибы доминирует Как и на первой карте Ничего не могут Ехоум Противопоставить Своему сопернику Хотя казалось бы Состав то такой Хороший Гардерол Чикин Олдлэвэн Олдлэнэм Сильные ребята Странно что они так Безидейно проигрывают Уже вторую карту У Тинкера только Соулринг появился На девятой минуте Да Так все плохо Вообще ужас какой-то Слушай Я что-то просто не понял Ну крипстат смотри какой За 10 минут 30 крипов Это конечно не очень-то и много Честно говоря Да это Катастрофически мало Да и вообще Крипстат это не шибко высокий Я так смотрю Ну то есть Только у Дроранжера У Батрайдера более-менее Там крипстат Один раз только погибал Олд Чикин Но Некоторые тинкеры На девятой с половиной минуте Уже травала приобретают Скажем так А тут у нас Олд Чикин только Соулринг Купил у него До травалов еще очень-очень долго Потому что когда Ньюби пойдут в атаку Олд Чикин должен иметь Хорошие ракетки Хороший марш Чтобы дефать Вышки Хотя тут вышки уже почти не осталось На топе стоят две На центре еще две Но Как только туда придет Дроранжер Понятное дело Что от вышек Камня на камне не останется Ну вот сейчас дождемся Олевена Покупку блиндайгера Может быть тогда Попытается Яхом как-то этот блиндайгер Использовать У Акса Транквил Ну по сути Акс Хуже чем лесной Акс Бывает иногда У него Транквил Аронталон и 1000 золота То есть блиндайгера нет Определенно хуже Определенно хуже Тайминг блинка на Аксе Такого Хорошего лесного Акса Которому никто не мешает Там в миде кстати драка Соник Вейф Тинкер отправляется Знаешь что-то мне кажется Что сохранять интригу В этом матче уже Очень трудно Очень трудно Да Скрим Гартер все еще живет Но Это вопрос времени Воют 1-1 И СС Уже получают уровень 10 Уже есть талант Десятая минута Десятый уровень Это какая-то жесть конечно Вперед Демедж Конечно же С-Трипл Си Купил себе ПТ Потому что через Дрорейнджер он получает Очень много урона И он может позволить себе Как раз таки Бить руками Купил себе Ринг оф Хеллс Интересно что А Линку делает Прям первым золотом Чтобы видимо Не получать Винтерс Керс И не убивали его Фамиллеры И Дрорейнджер Лосо я думаю Да И вот кстати Лосо есть на Юнайн Пытается его убить Врывается Акса И Юнайн Погибает Хорошо Смогли наказать Притом атака Будет может идти дальше Да Ланэм близко Ланэм Имеется тучка Но он ее уже не кидает Просто способности закончились Ну Хоть что-то И Хом делают Убивают Дрорейнджер получает Много денег Акс Это все очень хорошо Для Акса Приближается Блингдайгер Сверху тем временем Башня падает Я не могу единственное Понять Заденайли или нет А верно Заденайли Башню Ну вот Фейт уже Вызвал фамильеров Летает Ищет цели Кого На центре Видит цель Это Олчикен Ой Как же Тинкер Жалко Будут Смотри Сейчас Пытаться Убить А Нет Я думал То что Может Акса Будут красиво Пытаться Убивать Тинкер Это там Понятное дело Легко Забрали Да Акса Пытаются Убить Но тут есть Контр Вырыв От Элевена И Сала Самшин Акс Еле живой Акс Кстати еще Двух фамильеров Скрутил Ну да Ну правда Акс сам погибнет Но получил Очень многое Тут с тобой Соглашусь Купился Блинкдайгер Рейндроп И телепорт Но такой Буст Квинов Пейн Конечно давать Нельзя У Квинов Пейн 176 урона 176 урона Это учитывая Что у Квинов Пейн По сути Только ПТ Там есть Ну и нулик Откровенно говоря Что дает тебе Хоть что-то Ну и персик На 10 дэмэджа Это конечно Очень много Ланэм делает Телепорт На центр У Элэвена Имеется ЛСО Имеется Файрфлай Имеется Блинк Рывается на КК Ну окей Тут Угрмага продают Угрмаг тут сам Такой хватит Состоял Не знал что его видно Видимо Но теперь знает У него Угрмаг погибает Тинкер к сожалению Не сумел сделать убийство Немножко не ухватило 13 минута Пока Трвелов Все еще нет Тайминги Просто чудовищные Урна появляется Угрмага Покупает себе Еще и Смолк В придачу У Юнайна Драгонлайнс Доминатор Талант на 5 Ко всем атрибутам Визажа пока уровень 7 И визаж Фармит все Ротофотос Ну неплохой выбор Отличный выбор Чтоб бить Ротофотос позволяет Соло делать фраги На Висиджо Вот Но медалька мне Как-то нравится На Висиджо побольше Она дешевле И тоже Если грамотно контролить То с медалькой Можно убивать Но тут сложно Конечно Тут немножечко Не такие герои Которых можно Легко в соло убить Винтер Виверна Может ульту нажать Или в Колден Брейс Спрятаться Рики в инвизе Вот были бы какие-то Такие знаешь Сладенькие саппорты Там наподобие Там ЦМ Киллиона Каких-нибудь Может быть даже Рубиков Которых тоже можно Там если подцепить Убить Если у них не сворован Какой-то скилл хороший Вот Но тут таких саппортов Нету Но зато есть Аура Дроу Рейнджер Которая может даже Корр позволять убивать В смоках Ребята Из команды Ньюби На центре Тинкер Жив или нет Тинкер Ташевет У меня лаги Я все понимаю Как в стратегии Какой-то Лан Эм Дает информацию О героях Виверна имеет ультимейт У меня просто Все лагает Невероятно Вижу что Акс Рывается по двоим Смокскрин так же Но урона совершенно нет И Винтер Керс Попадает по Огармагу Кентавр Свою тиммейт И должен добивать Скорее всего Огармаг Огармаг живет Акс все-таки погибает По итогу Размен пока 1-0 Тинкер уже наконец-таки Купил себе трвла Ну и файт закончился Только разменом одного героя Хотя еще Лан Эм Может быть подцепят Лан Эм Пытается убежать Лан Эм Получает сайленс Получает скрим Но больше детекшн нет И Рикки успевает скрыться Скрыться и выжить Из-за хота Рошана Видимо Да нет медальона Ну и черт с ним Говорят ребята Будем заходить Так Начинает пробивать То есть волк Волк есть Да Но может быть попытаться Ихом защищаться Есть Батрайдер Есть Лассо Есть Фаерфлай Есть Блинк И возможно это сейчас шанс Как-то совершить Небольшой камбэк Имеется акс С Блинкдайгером То есть можно Круто ворваться Можно Но правда Понятное дело Ньюби к этому готовы Полетел 11 На Фаерфлайе Ракеты залетают По двоим Рывается акс Врывается на Юнайна Но больше никакой поддержки Совершенно На Юнайна Та и нет А вот и Лассо Подъезжает на Юнайна Юнайна может быть и убьют Юнайн Юнайн Все таки убили его Размен По итогу вышел 2 в 2 Ну хорошо Отлично Акс получает за Дрорейджер 607 золота И Рошана Что самое главное Ихом смогли защитить То есть этот пуш Вот эта вот агрессия От команды Ньюби Она приостановлена Графики перестали расти Вот такими вот Ну огромными суммами Там по Каждые 5 минут По 3000 Да Придется немножечко Ньюби повременить С Рошаном Все таки заходить туда Просто так Нельзя Соперник Всем своим Видом показывает Что не готов отдавать Аегис просто так Ньюби Олд Леон дофармливает Форста в себе Линка появляется У Квиннов Пейн Хороший тайминг 8000 Нетворс Пинкер будет Дофармливать Блинк Так я пока перезахожу Потому что Чего-то нас Вот эта конкретно Карта Не взлюбила Потому что у меня до этого Все было идеально Китай штука Хаотичная Пару раз Перезаходила в игру Но Не особо мне это помогало К сожалению Он вроде Стало получше Немножко Окей Эншент Тут никто не стакает Или там уже Да Видимо никто не стакает Да То есть Вот этого плана Как я думал С стаками Не вышло СС Как же больно Слушай Верно два удара Получила И по сути 300 здоровья Убавилось У С-Трипол С Еще и дабл дэмэдж Есть То есть Бучи 300 урона Если он его еще Прожмет Но Много зеленого урона Да Я вот по этому Так-то сразу не видно Сколько там зеленого урона Так-то да Ясное дело Аура есть Ну что Еще один заход на Рошану Посмотрим Мы это вроде уже проходили Мы видим что Ехом на Рошане Могут очень круто Навязать войну Еще так С Амбатрайдера Ну и Виверны Конечно То есть Хорошая способность Паоя Разбивает смок Ехом По-моему Это заметили Ньюби Под вардами своими же И сейчас просто будут выжидать Просто будут ждать Врывается Акс Дает Агр Почему-то даже не успел Его отменить Пролетели ракеты Тинкера Отлично Все Ньюби Прочитали Вард Помог Юрайна надо фармить себе Хирикен Пайк Очень будет полезный артефакт Для того чтобы от Акса Просто уходить Как вариант Ну или конечно же От Рикемару В смокскрине От Батрайдера Успеть отпрыгнуть Так же можно Вариантов уйма Ну и еще один заход Еще один заход И походу Уже в этот раз Яхом принимает решение Рошана отдать Они не в позиции Находятся Чтобы за этого Рошана драться Поэтому Аигис достается Ньюби Кто подберет С-3-4-4-4-9 Будут врываться Квин оф Пейн Притом смотри Квин оф Пейн Покупает себе Бладмейл Мы это уже видели Это было на Чайна топ Это было просто Невероятно По-моему Сумайл на Это Квин оф Пейн играл Не Бладмейл Тогда еще Дим Ло сказал Что это будет Прям артефакт Топ-1 на Квин оф Пейн Где-то ближе к мидгейму Заметили Ланема Ланем прыжок И прыжок в таверну Падает башня Можно быстренько перемещаться В мид Можно пойти И по топу Посмотрим Потому что если вы в мид войдете После этого Можно будет разбивать алтари Что самое приятное Получать деньги Лишать контроль карты Не даст зайти на хайграунд Просто так Потому что Все-таки машинки у него Уже хорошо выкачаны Даже несмотря на Столь сильную доминацию Ньюби будет тяжело Зайти на хайграунд Поэтому Проще уничтожить Т2 Уничтожить все алтари Допармить вещи И потом уже заходить на хг Да даже как-то не спешат На Т2 Внизу Акс дает агр Не попадает Рядом Нет никого Чтобы этот телепорт сбить Зато есть 11 11 тоже успевает Сделать блинкаут Мид по итогу Юнайт Пушит один КП просто танкует И башня упала Да Все Кентавр Выходит Кстати говоря Ваганим Такой вот вариант Купил себе пайп Ну и поинт бустер Который будет Улучшаться Ваганим скипетра Заметили 11 И 11 получает шедострайк И Си будет ли прыгать до конца Нет ультимейта К сожалению Если был бы ультимейт Может быть Можно было порешать все вопросы Но Ультимейта не оказалось Да Блэдмейл окторин Вот такой вот этот имбилд На Квин оф Пейн Который мы видели на чайне топ Повторяется ситуация В общем-то Ньюби Играли против такой Квин оф Пейн Что самое любопытное Поэтому И Си Не понаслышке об этом знает Там как раз таки Команды Вилжинис С 2.0 На Ньюби и обыграли Да А еще У Квин оф Пейн Взят Талант На 12% Снижение кулдауна И еще он собирает Актеринкор То есть У Блэдмейла будет Ну то есть Там очень низкий кулдаун Можно практически Ну как раньше Как раньше По сути будет кулдаун Сколько там 12 секунд раньше было Пока его не изменили Да Это действительно приятно 6.13 Колодцы Потихонечку разбиваются Внизу по крайней мере КК и Фейд Занимаются этим делом Колодцы разбили Но надо как-то И Хоум Что-то делать Они в смоках Они бегают Но на карте никого не видно На карте просто пусто Одна Квин оф Пейн Но ее цепляется Это себе дороже Ленькинс Вера и Аегис Руна дабл дамажа снова Ну вот бывает же такое Везет просто И Си Ну и непонятно Как их он боевать Ну ладно На базе они будут стоять долго В принципе В идеале Там и Виверна И Тинкер Будут откидываться По максимуму Наверное получится У них какое-то время Защищаться Стампид Прыгает Квин оф Пейн Есть Клд Эмбрей Солас Амшан Скрим в кулдауне Пытается Батрайдера бить Так Рот и Фотос Батрайдера убили Батрайдера без Байбека Не знаю насколько это критично Потому что по сути могут Ньюби попытаться зайти Но далековато находится Юнайн Юнайн вообще далеко Где-то не там он стоит Надо ему помощь Потому что ИСи врывается Просто пытается убить Ол Чикен Ол Чикен делает телепорт на базу Вот насколько нужно быть самоуверенным Чтобы такой телепорт сделать И два саппорта Команды Ньюби погибли Но все было на волоске Потому что Тинкер не имел Байбека Без Тинкера заходить И бить базу было бы удобнее Но тут такой был выход Три героя выходили Кентавра не было Юнайна не было Но вышли Не получилось Ничего страшного видимо Авантюрный такой достаточный выход От команды Ньюби Потеряли они двух саппортов Это нехорошо Вот Кентавр купил Пайп Начинает собирать Аганим Ему бы кстати тоже Блэйдмейл Не помешал бы Чтобы Тинкера контрить его машинки Когда ты встаешь вдвоем С Блэйдмейлами в машинке То Тинкер сам не рад Нападают на Виверну Виверна не успевает среагировать Вообще мы не видели еще ни одного Винтерскерса от Ехоума Нет-нет Один видели Один видели точно А один был Окей Да-да-да По-моему как раз там То ли Кентавр То ли Огромага убили Но только один За 22 минут Тоже немного Врывается здесь Акс Рикина Кентавр не лучшая цель Вы сами видите Сейчас Кентавр еще нажмет Пайп И как бы на этом все Конец Не хэппи ант Рики Мару получает Игнайт уходит в ультимейт Но это вопрос времени Врывается в Кентавра Батрайдер Пытается завести на хайграунд Сумеет ли Не сумел Акс Агром Неужели не попал Не попал аж 2 Агром На КП КП живет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова